Продолжение следует... И в эфире Вен-Вен-Зум номер 655. Тема сегодня «Ирбитская ярмарка» или «Как уральский город Ирбит возрождает традиции одной из самых крупнейших ярмарок древолюционной России». Спикер Ирина Гаврикова, директор МАУ «Ирбитская ярмарка», vk.com «Ирбит ярмарка». Ирина, добрый день. Добрый день. Добрый день всем. Ирина, вот в романе доктор Живаго Пастернака про главного героя на второй странице романа написано. Юре всегда говорили, что его отец то в Петербурге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего на Ирбитской. В общем, Ирбитская ярмарка у нас присутствует в русской литературе, а значит и во всем мире. А вот если бы к вам приехал писатель, который сказал бы «Я пишу роман про современного предпринимателя, который приезжает на ярмарки», о чем бы вы рассказали этому писателю, чтобы он правильно описал ярмарку? Какие там эмоции, какие там занимательные факты, какие там главные секреты? Чем можно поделиться с писателем, который опишет вашу ярмарку в будущем романе? Ну, начнем с истории. В прошлом году Ирбитская ярмарка проводилась в 380-й раз. Это само говорит за себя, что 4 столетия, ну, наверное, историю накопило себе факты. На сегодняшний день ярмарка проходит, получается, в новом времени 22-й раз. Сегодня это не только ярмарка, это не только торговля, это очень обширная культурная программа. Это очень обширная деловая программа, налаживание связей. Здесь можно предпринимателям познакомиться как с партнерами по бизнесу, так и со своими потенциальными покупателями. Можно свободно от переговоров время очень шикарно развлечься от классической музыки до современного, скажем так, от вечернего рока, от шоу огней, фейерверков до просто спокойного отдыха, допустим, в Сиреневом сквере, на лауш-зоне, на качелях. В фотосессии шикарных рамок у нас красивое все. У экспонатов Музея народного быта, известного во всем, за всей Россией мотоцикла, 1415-литрового, который стоит на мотоцикле «Урал», печка, которая тоже на колесах, рабочая при этом. Пройтись по национальному подворью, где представлены десятки национальностей России, посмотреть их танцы, народные костюмы, отведать блюда народной кухни. Каждый из пришедших на ярмарку найдет себе обязательно какое-нибудь интересное дело, место, пройдет мастер-класс, или просто отдохнет, или обязательно, и обязательно не уйдет с пустыми руками, потому что количество участников, ассортимент продукции, ну, зашкаливает. И ручная работа, и ручные изделия, все, все представлено на ярмарке. Все, что нужно себе представить, представлено на ярмарке, скажем так. Но мы представляем, что для писателя важны ведь какие-то эмоции, которые испытывает его герой. Это какой роман может быть? Может быть, детектив? Да? Может быть, любовная история? Я надеюсь, что не детектив. Иначе мы... Если будет повод для этого, это, наверное, не совсем есть хорошо. Я думаю, что это что-то веселое, что-то про, не знаю, маленько сказочное, удивительное. Сказочная, романтическая история. Да, возможная и даже любовная, потому что встречи здесь непредсказуемы. Я сама... Люди приезжают отовсюду, и иногда происходят даже по себе, скажу, лично встречи, которых людей, которые не видела несколько лет, много, а на ярмарке узнаешь, и так неожиданно. Они не знали, что я здесь буду. Я тем более не знала, что они приедут в Вербит. И я так думаю, что так происходит у каждого. У многих. Вы уже упомянули два всероссийских, даже всемирных бренда в Вербите. Во-первых, это мотобайк-шоу. Многие годы туда приезжали и канадские, и американские, да, любители мотоциклов тяжелых. И они их покупали и увозили. Последние годы не знаю. А вот Ирбитская ярмарка – это российский бренд, ну, исторически, да. А я подумал, а почему бы еще не начать продвигать всемирный бренд Ирбитской ярмарки? И набрала слова по-английски «Ирбит» и «Фэр». «Фэр» – это ярмарка, да? Смотрю, ничего нет. Вот, вообще ничего нет. Думаю, да я создам сообщество ВКонтакте, назвал Вербит Фэр, ну, Ирбитская ярмарка. Вот, и придумал у меня хобби интернет-радио создавать. И вот я создал свое седьмое интернет-радио, которое называется «Ирбит Фэр». Музыка русской души. Какая музыка должна звучать на этом радио, которое отражает дух Ирбитской ярмарки? Скажите мне, я добавлю. У меня там уже есть фолк-музыка, у меня там есть разные жанры, от рока до кабарет-джаза, авторская песня есть. Да, конечно, у нас же сцена, не только главная сцена, где проходят, ну, концерты, я же уже говорила, от русской народной музыки. От оперы до русского рока, да? Да, 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 да. У нас есть сцена на Сретенском храме, там ярмарка начинается с молебна, там проходит молебн, а в вечернее время там проходит концерт духовной музыки. В прошлом году приезжала фолк-группа Митя из Рыбинска, Митя Кузнецова из Рыбинска, он приезжал с семьей, и они давали концерт. Это русская православная музыка, да. Вот, допустим, на мосту в этом году у нас запланирована опера, поэтому я считаю, что вот на радио ярмарочная музыка не ограничена, она вся подойдет. Главное, чтобы она была позитивная. Ну да, но вот моя концепция моего радио, она продвигает не сколько город Ирбит и Ирбитскую армарку, а сколько русскую душу, но через бренд Ирбитской армарки, Ирбит Фер, да. Вот, потому что Ирбит Фер, у нас присутствует в романе Пастернака «Доктор Живаго», «Умамина Сибирика», кстати, «В приваловских миллионах» есть, кстати, процитирую. «Это было настоящее ярмарочное море, в котором тонул всякий, кто попадал сюда. Жажда наживы согнала людей со всех сторон, и эта разноязычная разноплеменная толпа отлично умела понять взаимные интересы, нужды и потребности. Про жажду наживы интересно. Как вы думаете, что здесь на вашей ярмарке? Все-таки нажива или праздник? Мы говорим, если про ярмарку сегодняшнего дня, здесь больше праздник, а раньше город, вот ярмарка раньше проходила месяц, и вот этим месяцем все жители... В феврале, в марте она проходила, да, а сейчас в августе. Да, зимой, зимой. Этим месяцем целый год потом люди, жители жили, они зарабатывали, конечно. Ну и, соответственно, приезжающие купцы тоже зарабатывали. Ярмарка диктовала цены и на чай по всему миру, и много что, и на пушнину, и много на что. А еще про... Заговорили сейчас про мамина Сибирька, вспомнили, да, его очень много связывает с Эрбитом. А еще и Чайковского тоже говорят. Да, Чайковский приезжал в детстве с отцом. У него отец, по-моему, был чиновник. Ну, может быть, это легенда, но знаете, какая красивая? Главное здание ярмарки, которое прежде строилось для театра, но его не смогли выкупить, выкупили его купцы, и там было всегда торговое здание. На втором этаже располагалась музыкальная комната на балконе. Всегда исполнялась музыка, скажем так. И маленький Чайковский, зайдя в пассаж, услышал ноты и сказал, что он первый раз тогда начал понимать, слышать музыку. Может быть, это красивая легенда, но я ее не знал. Вот я про это не слыхал, Ирина. Кстати, про пассаж. Пассаж – это вообще символ Эрбита. Ему в этом году 60 лет. На вашей футболке, да, для аудиоверсии, скажем, написано на красном фоне белые буквы «Эрбитская ярмарка» фирменным шрифтом. А во-вторых, вот этот силуэт пассажа, который строился как театр, но всю жизнь работал в советское время, особенно как универмаг. Вот сейчас он снова восстанавливается. Да, что там будет? Пока не знаете? Нет, конечно, это наш фирменный знак. На логотипе ярмарки действительно очертания пассажа. Их прорабатывали специально обученные люди, конечно, его прорабатывали. В этом году пассажу исполняется 160 лет. Снаружи реконструкция здания завершена, а внутри она продолжается. Освобождены подвалы исторические. Куда раньше заезжали подвозы на лошадях. Представляете, какая высота была? Понятно, сейчас он маленько пониже, но они будут действовать. Там будут некие для конференции места, для отдыха. В самом пассаже это будет что-то типа культурно-исторического центра. А, туристический, да, центра. Да, да, все для туристов. Сувенирные лавки, для молодежи какие-то локации, сцены передвижные, современные, все такое. И в то же время что-то будет, ну, музейная какая-то часть, историческая. Кафе, визит-центр. Вот именно все для туристов. Предполагается, что любой приезжающий в Ирбит начинает свое путешествие с пассажа. Он может отдохнуть, покушать, может получить полезную информацию, купить сувениры и заказать экскурсию. И отправиться, как ключевая первая точка, это пассаж. Ирина, давайте поговорим про Ирбит европейский, Ирбит азиатский. Я сам, у меня европейские взгляды, я на пяти языках читаю и говорю, да. Я посмотрел у вас ВКонтакте, вы тоже очень любите Европу, путешествовали часто там. Да. И когда вы бывали там в Праге, где вы уже думали, как вот эти европейские впечатления, яркие краски, например, от пражской рождественской ярмарки, как их воплотить у себя на родине? Да, я была на рождественских ярмарках и в Праге, и в Дрездене. Вот. Не соврать, да. Я там по всей Германии, эти ярмарки рождественские, там такая сказка, да. Хочется и у нас тоже воплотить. Корицы, вот у меня мечта, вот просто, она нас летняя, конечно, но тем не менее. Вот, не знаю, фонарики, вот эти домики красивые, которые у нас сейчас одинаковые, тоже, наверное, оттуда, потому что мы как-то нашли общий язык с поставщиками и вот что-то стараемся. Там у них обычно они темные, там коричневые, красные, а у вас белые. Ну, это потому что у нас бронбук такой. Да. Так вот, европейские, все европейское мы привезли в Ирбит. Кстати, тоже ведь Ирбит был на стыке Европы и Азии, да. То есть сейчас она считается уральский город, но вообще-то географически это уже Сибирь. И поэтому во всех английских энциклопедиях Ирбитская ярмарка, написано, что она в Сибири проходит. Да, да, да. Сибирская ярмарка. И вот, то есть там встречалась Европа и Азия, и сейчас тоже. Ну, вот вы говорили в интервью на днях для медиашколы, что ближняя зарубежья сейчас приезжает, а дальняя, ну, уже посложнее, да, из-за геополитической ситуации. А хочется, чтобы снова все вернулись, да, вот, не только ближняя зарубежья. Конечно, хочется. Мы, русские люди, вообще ни на кого никакой обиды не таим. Мы открыты душой к любым, к любым, ко всем. Кто вам запомнился из таких, из дальнего зарубежья, из иностранцев? Какие у них были впечатления, интересно, как они увидели Ирбит? Кто-то так же, как я читал, например, не знаю, роман «Доктор Живага», и там было слово «Ирбит». Или как? Откуда они про это узнали вообще? Приезжали, были, вот, при мне, я работаю пять лет. Были англичане и были немцы. Они, ну, наверное, люди, которые приехали, думали, что здесь медведи ходят. Они не ожидали, что в провинциальном городе за 200 километров от областного центра и за несколько тысяч километров от Москвы может проходить какая-то жизнь. могут находиться подлинники художественных произведений, гравюр и живописных полотен, подлинники, и европейских авторов в том числе. Это шок, скажем так. Это они были, значит, в музее Карпова, который основатель Вербицкого музея, да, гравюры и рисунка. Кстати, про гравюры. Вот в новой «Адентике», давайте поговорим про «Айдентику». «Айдентика» – это стиль, да, вот. Лет пять назад я посмотрел, вы заказали новый стиль для ярмарки, как раз вот белая на красном, фирменный шрифт, также вот пассаж в виде гравюры, то есть традиции уже 20 века этого музея, 21 музея искусств, да, пассаж, гравюры, потом фирменный стиль шрифт и новое добавление – это вот разноцветные цвета, какие-то ярмарочные, да. Расскажите, как вообще этот стиль вырабатывался? Там я видел, ваша фамилия встречается, но, по-моему, это московская компания, да? Нет, наши екатеринбургские мальчишки молодые, они, чтобы вот предложить нам пять версий, общались с нашими краеведами очень плотно. Да, там, значит, был директор художественной школы участвовал. Да, 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 сухих, Константин, значит, получается, прошли все музеи, поговорили с руководством, ну, с людьми, которые знают про город все, и принимала решение, вот из пяти их предложенных концепций выбирали что-то из одной, что-то из другой, и потом пришли воедино, ну, целый оргкомитет был, вот, опять же, состоящий из заинтересованных людей, скажем так, города. И вот то, что ребята предложили, самое подходящее, как показалось всему оргкомитету, выбрали, они потом это дополнили, развили и выложили. Вот получилось так, это совместная работа, но очень глубокая, скажем так. А, сухих вы назвали, сухих, это, по-моему, Кровический музей, да, Ирбитский? Да, Кровический музей, да. Художественная школа тоже участвовала. Аникин, да, это директор художественной школы, он кровет, он изучает именно архитектуру города, он про каждое здание может часами рассказывать, написал, издал несколько книг. А Герштейн не дожил, да, да. Да, это тоже наш краевед. У него статья под его авторством была в советской энциклопедии про Ирбит, я помню. Вот. И Ирбитская ярмарка в 21 веке. Опять же, хочется помечтать о всемирной славе. У вас в концепции вот этого, называется, ребрендинга Ирбитской ярмарки, фразу давайте прочитаю, которая звучала так. Миссия. Что, да, там миссия. Вот. Развитие событийного и культурно-познавательного туризма. Вот. Событие плюс познавательный туризм. Вот. И в этом тайна, наверное, да, организации ярмарки. Ярмарка это не про продажи. Ярмарка это про впечатления. Расскажите. Это, да, это про людей, это про общение. И не только ярмарка в городе у нас событий на Миробеде. Это, конечно же, самое большое, как вы уже сказали, и Мотофест, и театральные у нас подмостки проходят. И приезжают очень много коллективов из разных, не только с Восточного правилеческого округа, с разных вообще, из Перми. Восточный округ это, получается, часть Свердловской области, да? Да, да, да. Получается, пленэр проходит, в художественной школе, в школе тоже, он, по-моему, уже 14-й пленэр, ежегодный. Он проходит неделю, может, знаете, какую картину наблюдать интересную? Сидят художники на улицах города и рисуют неделями, вот с утра до вечера. Потом, ну, на конкурсной основе все, отбираются лучшие работы. И как-то я попала вот на такое обсуждение. И знаете, что говорят художники? Вы все ремонтируете. А что же мы будем рисовать потом? Ну, нам-то интересно, вот старина, старые дворики, вот, которая антитичная, неизмененная, скажем так. Вот я как раз и хожу и фотографирую. Я же родом из Ирбита, я здесь не был 30 лет, ну как, долго приезжал на несколько дней. Сейчас я 4 месяца здесь живу, поэтому изучаю. И вот у меня сегодня в этом цикле, Ирина, за пятый сезон уже подкаста для Пермского края. Заказчик мой, Верхнекамская торговая и помышленная палата, целевая аудитория, для предпринимателей самозанятые, бизнес-тренеры. И в том числе вот такие деятели, как вы, которые занимаются локальным брендингом, называется. То есть свои территории продвигают через событийный туризм. Вот сегодня у меня 1085 эфир в этом цикле. Мне очень приятно, что такой классный кейс на российском уровне существует в моем родном городе. Расскажите в нашей рубрике «Правила жизни и бизнеса», как же кто-то, может быть, на вас посмотрит в каком-нибудь небольшом российском городе и тоже захочет сделать такое глобальное мероприятие. Как это сделать? Какая дорожная карта существует из вашего опыта? Давайте перечислим там три пункта, может быть, семь пунктов прямо с самого начала. Что надо сделать? Ну, начнем с того, что это, конечно же, заслуга ранее была сделана. Вообще, что возродили эту ярмарку? Ярмарка была, да. Но мне кажется, в каждом городе можно найти какое-то историческое событие, да? Да, придумать его. Да, 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 историческое событие найти. Но, получается, нужно разложить, вот именно разработать концепцию. Целевая аудитория, кому интересно, да? Что рассказывать, что показывать, на что привлечь, скажем так. Второй пункт, кому это будет интересно, да? Ну, и изначально, если про туризм так, а если еще и привлекать жителей города, чтобы были заинтересованы в этом мероприятии, чтобы это не кучке людей было интересно, а всем жителям города. И помощь шла отовсюду, и позитив шел отовсюду, от всех. Поэтому нужно, да, я думаю, что на многих территориях есть вот такое что-то историческое, и его можно возродить. Новое событие придумать, но, наверное, тоже можно, если там, не знаю, фестиваль джема, фестиваль там, юлиники. Комара. Комара, да. Лягушки, кстати. Мы ездили на конкурсы в Москву, и что только люди не придумывают. И они собирают свою целевую аудиторию. Понятно, что у кого-то это 100 человек, а у кого-то, как у нас, 50 тысяч. Мы говорили про опыт Праги, организации Пражской ярмарки. А вот что-то можете назвать, где вы, в каких российских городах учились, вот именно искусство событийного туризма, привлечения? Какие можете примеры привести хорошие? Мы принимали участие, вот, как сотрудниками управления культуры на различных выставках, где вот как раз представлены различные российские событийные мероприятия. Получается, знакомились с их организаторами. Ну вот у кого что-то позаимствовали, так скажем. Да, перенимали опытом друг у друга. Да, 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 да. Ну кого можете назвать? Да, друг у друга. Все люди, которые занимаются событийными мероприятиями, они очень открыты. Они добрые, они разговорчивые, легки на подъем, идут на контакт. Поэтому общаемся до сих пор со всеми и помощь чувствуется. Ну вот я у вас в ВКонтакте видел, наверное, можно назвать «Лето на заводе». «Лето на заводе», да, с Свердловской области. Расскажите для тех, кто не из Свердловской области, может, не знает про это, что это такое. «Лето на заводе» Свердловской области находится всего-то в 40 километрах от Екатеринбурга. Можно сказать, это пригород. Поэтому там очень много дачников. Сам город небольшой и невеликий. Там были развалины завода или что-то было? Завода, да. И энтузиасты, которые выиграли на минуточку. Сначала один грант, а потом и президентский. Там был какой-то лидер, как его звали? Я слыхал, что там был какой-то человек. То есть это была мечта одного человека. Яков Кажан, да, Яков Кажан. Он инициатор, но, конечно, у него была команда. Это так же, как Карпов, Вербите. И сказалось, что будет музей всемирный. И получился у него. Он сейчас уже как бы не ушел из жизни. Но мне кажется, он радуется там, да, где-то, что его дело продолжается. Я кажется, он горд. Да, да. Но у него была непростая судьба. Вот в этом смысле, да. Человеческий фактор, мне кажется, вообще в истории играет немаловажную роль. А слава богу, что вы не одна. Но вообще-то официально вы чиновница. Да, называется директор МАУ. Муниципальное автономное учреждение. Автономное учреждение. Это, получается, при мэрии, да? При администрации города. Да, да. Мы муниципальное учреждение. Но деньги вы должны сами зарабатывать или как? Нет, у нас есть муниципальное задание. Мы же работаем еще и на туризм. И, конечно, мы здесь не бюджет. Мы помимо большой ярмарки проводим зеленые ярмарки, так называемые. Масленицу. Зимняя ярмарка у нас тоже уже стала традиционной. Там представлены мастера, кто делает руками своими изделиями. Поэтому мы зарабатываем. Ну и, конечно, у нас есть муниципальное задание. Вот у меня же аудитория, мои герои, это предприниматели или малопредприниматели, самозанятые люди, которые знаем и мечтают перейти в свой бизнес и так далее. Расскажите, вот как ваша судьба сложилась? Я знаю, что вы долгое время руководили филиалом Уральского университета в Вербите, да? Федерального. Потом он закрылся. Вот. И как раз вас пригласили на ярмарку чуть позже, да? По-моему, так и послучилось. На следующий день. Последний день рабочий, первый день здесь. Вот. И вы сами, получается, да, закончили Уральский федеральный университет по специальности управления или что там у вас было? Да, да. А до этого где учились? До этого училась в Листической академии на экономистов. И работала у нас, вот все жители моего возраста, у нас практически все прошли через мотоциклетный завод. Я не исключение. Я долгие годы работала там, в отделе подготовки кадров. Потом, когда открылся филиал, вот, соответственно, подготовка кадров. И мы ушли в филиал Уральского федерального университета. Работала там. Вы там директором тоже были, да? В последние пять лет, да, директором работала. А потом оптимизация, как все у нас сократили, ну, убрали единицу в наш филиал. И вот я последний день работала в филиале, а в понедельник я вышла работать в администрацию в следующей неделе. И потом, как раз чуть позже, начался ребрендинг, да, Ирбитская ярмарка. Это была ваша инициатива? Это уже, да, все при мне. У меня были поставлены задачи. Мы учреждения, конечно же, не сразу, пока мы подготовительные работы все провели. Ярмарку организовали в марте 2020 года. Мау, Ирбитская ярмарка, в марте 2020 года. И тогда нас поставили задачу, да, бредбук разработать и вот уже дальше двигаться в этом направлении, скажем так. Вот какие в этом, можно, вас ведь можно назвать все-таки управленцем, именно это, не сколько госслужба, сколько именно управление проектом, да, у которого свои идут, как бы, цели, в том числе финансовые, да. Как, в данном случае, как ярмарку сделать прибыльной для города, да, потому что расходов тоже много, у вас там и федеральные артисты приезжают и так далее. То есть это бюджеты десятки миллионов рублей, да, и, а вы говорите, что в том числе тоже за три дня ярмарки городской бюджет зарабатывает много. По порядку, да. Да, у нас очень большие расходы и артистов на охрану, на уборку, на театральный, у нас же проходит в рамках ярмарки ландшафтный театр, артистов нужно привозить, им нужно оплачивать. Я говорю, как вообще в ноль-то выйти, а тем более про прибыль? Тем более у нас пока на сегодняшний день в целях, из-за требований безопасности, у нас очень сокращена площадь проведения ярмарки. Раньше она была гораздо шире, но сейчас такую площадь физически нельзя гарантировать. И всех не пускаете, берете самых лучших, вы говорите. Да, мы берем самых лучших, соответственно, цены ломить мы тоже не можем. Мы, конечно же, мы зарабатываем, но все это пока купить, ну просто нереально, расходы бешеные. Мы покупаем постоянно, мы работаем сейчас на качество. У нас у всех участников наши брендированные палатки, соответственно, представляете, сколько это стоит все. И каждый год мы добавляем. Мастерам всем мы выдаем мебель. У нас куплено 11 шутров, у нас куплена сцена, экраны. Это все очень-очень. Это как бизнес-предприятие, ярмарка, она не про прибыль, а она про продвижение территории, да, в первую очередь. Она про продвижение территории. По первую очередь, да, есть такая цель поставить на своему окупаемость, но с нашими, скажите мне, хотелками, по-русски говоря, мы просто хотим всегда все красиво, самое лучшее, и поэтому, ну, это тяжело. Вы рассказывали в интервью, что у вас прямо специальная цель есть, чтобы с кроводокоптера все выглядело красиво. Беленькие домики, да, там люди разноцветные, костюмы и так далее. Про красоту, в общем, вы тоже про это думаете. Ирина, мы должны уже заканчивать. И вот мы сегодня записываем, и буквально через час я эту запись выложу в виде трансляции для Пермского края. Если кто-то вдруг увидит вас, может быть, даже не только в Пермском крае, а услышит в аудиоварианте со всей России, люди успеют приехать в Вербит? Сегодня у нас 7 августа. Да, второй год со станции Екатеринбурга уходит поезд 9-го числа и 10-го. В этом году он будет формироваться около 8 утра, и в Вербите, обратно из Вербита можно будет уехать в 7-20 вечера. Итак, два дня, 9-го и 10-го, да. Кстати, мы его тоже оплачиваем. Он бесплатный, там сколько мест в этом поезде? Два вагона 120, да. Кто не успеет приехать, можете написать мне через вас. У нас проходит акция из Эрбита с любовью. Это уже она тоже стала традиционной. Мы заказываем открыточки с видами города, а в этом году и с мотоциклами. Город приобрел два мотоцикла для мотоэкскурсии. Мы вам обязательно их отправим. Подпишем, почта наклеит вам марки, и мы вам их обязательно отправим, и у вас будет частичка Эрбита в вашем городе. У меня уже, знаете, наверное, заказов 10 таких. У нас есть традиционные участники, которые... Извините, я не могу приехать, пошлите мне открытку. А, кстати, Ирина, я хочу добавить, что 9-го и 10-го, да, это бесплатный поезд, кто успевает, да, утром уходит в 8 утра. А 11-го, начиная с 11-го, Свердловская пригородная компания специально вопрос изучил, запускает два новых ежедневных поезда комфортных, которых раньше не было никогда в истории Эрбита. Прямой поезд, да, он идет... Он до Туринска, Екатеринбург-Туринск, но через Эрбит. Да, это вот новое поколение комфортных поездов. Там, по-моему, два вагона, да, тоже будет? Да, да, два вагона. Да, получается, что время в пути такое же, как на автобусе, но это, во-первых, дешевле, во-вторых, это, ну, представляете, ровно ездить. На автобусе 800 рублей, а тут будет 500 у них цена, поэтому... 120, да, по-моему, да. Вот, то есть, Ирина, мне кажется, это не менее грандиозное событие для Эрбита, чем ярмарка. Прорыв, это прорыв. И он состоялся благодаря тому, что каждый год вы этот фирменный поезд заказывали, да, для ярмарочных посетителей, а теперь Свердловская компания купила, видимо, там много новых составов, и теперь Эрбит заживет. Если разговор для предпринимателей, смотрите, ярмарка, да, ярмарка зарабатывает, да, но вы представляете, все гости города живут, ходят в магазины, в столовые, в рестораны, в кафе. Они же не только на ярмарке 24 часа находятся, поэтому я считаю, что из-за ярмарки выигрывает вообще весь город. У нас же очень богатый район, у нас все деревни, близлежащие, всегда в Эрбите. В общем, если вы опоздаете на ярмарку в году, приезжайте чуть позже, всю осень. Мы рады всем. Ирина, а что вы делаете? Три дня в году понятно, а остальное время что вы делаете? Ну, мы готовимся к ярмарке очень долго, мы еще проводим, я еще сказала, маленькие ярмарки, они там у нас два раза в месяц, раз в месяц как седонные, скажем так. А вообще мы занимаемся туристами. Может любой к нам обратиться через сайт, телефоны все есть, мы можем организовать. Все, Ирина, у нас время закончилось, я посмотрел, заболтался. Значит, с нами сегодня была Ирина Гаврикова, директор МАО «Ирбитская ярмарка». Наша тема «Ирбитская ярмарка. Как уральский город Ирбит возрождает традиции одной из двух крупнейших ярмарок в революционной России?» Ирина, спасибо и удачи вам. Встретимся в Ирбите! Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхникамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17.